здравствуйте друзья и подписчики моего канала сегодня 26 сентября 2021 года воскресенье сегодня обещанная посадка одной из орхидей которую я презентовала позапрошлым видео о малыше лаврентия но прежде всего я вам хочу показать одну из подобных посадок то есть по такому же принципу я буду сажать сегодняшнюю орхидею это моя давнишняя орхидея амаглад которая была пересажена 8 января этого года от первого года в закрытую систему на восстановление и на рост корней на стимуляцию роста корней но вот давайте посмотрим что у нас произошло за 9 месяцев что у нас здесь наросло вот посмотрите вот это вот все новые корни вот посмотрите такая же точно посадка которую я буду исполнять сегодня вот это все абсолютно новые корни эффект потрясающий точно такой же эффект у многих моих подобных посадок которые я практикую уже длительное время здесь используется керамзит уголь и карагалтов на green garden про вы наверное уже забыли о производитель таком green garden про так вот если кого-то заинтересует вот такая замечательная галтованная кора различной фракции вы можете пройти по ссылке которая находится в инфобоксе в разделе партнеры там есть указание ссылка на green garden про и при заказе совершенно любого количества и любых производных и указал мой промокод личный который тоже там указан вы получите ссылку 10 процентов от приобретаемой вами продукции вот такое чудо чудесно посмотрите какая прелесть замечательная розетку этой орхидеи хотя в январе то она была такая полудохлик так скажем замечательно выглядит растение и у нас посмотрите какой сейчас я вот так буду показывать это вот у нас старый цветонос кусок старого цветоноса кстати какой у нас цветонос новый формируется 9 бутонов на руку немножко потряхивает горшок тяжелый вот такой у нас красивый цветонос блестящими бутончиками так что вот по такому принципу мы сегодня и посадим нашу орхидею и так вот она стоит уже вторые сутки стоит бедная несчастная моя орхидея это орхидея сога лауренс которая была приобретена 5 августа 2017 года в размере два с половиной у максима у московского продавца и вот судьба у нее очень хорошая была она сначала росла в грунте серамис то есть карапине и глиняные гранулы потом она была пересажена в больший горшок то есть из 12 горшка я присадила горшок 12 арте и три года она в нем росла и она переросла этот горшок 12 реально переросла она из него вылезла то есть она поднялась она сушила три листика вот здесь я показывала я у нее зачищала чешуечки вот здесь удалила у нее один корень который на сухом тяже вот здесь болтался вот и замазала куркумой об этом я говорила подробно в предыдущем видео ссылку на нем наверное настя оставит и удалила вот здесь вот у нее была очень большая ветка корней еще этих корней которые у нее молодежные были такие корни да и тоже замазала срез куркумой корней у нее очень много у нее много воздушных корней ведь какая борода длинная да и вот это вот вот эти вот корни они такие видите с небольшими поражениями но они крепкие эти корни крепкие хорошие и собственно ничего им не случилось за то время которое она росла в горшке арте сейчас я постараюсь обратно также красиво колечком положить посадить как я ее сажала я уже ее по моему третий раз отсюда вытаскиваю показывая вам эти корни так сейчас я ее усажу этот горшок это кашпо вернее которое буду использовать для посадки в закрытую систему большое она больше чем предыдущие там на по моему 1 и 3 то ли 1 4 литра это на 2 литра большой вот такой вот кашпо посадка будет очень быстро совершенно ничего сложного здесь нет просто мне уже надо закончить с этой орхидеи и переходить уже к другим посадкам потому что пересадок как я уже говорила много у меня в этом году очень много пересадок потому что в этом году я пересаживаю 2017 2018 год орхидеи когда которые были посажены и так все корешочки я уложила вот посмотрите да ну в таком хаотичном порядке теперь я вставляю сюда палочку это палочка я буду отодвигать корни для чего я это делаю для того чтобы мне было удобно туда загружать керамзит вот у меня мытый керамзит вот такой пористый морис грин и сейчас я начну туда загружать керамзитинки очень удобно для того чтобы не ранить корни или для собственного удобства потому что это просто это бывает что керамзит застревает на полпути к дну кашпо и аккуратненько так он очень видно и по возможности аккуратненько его там распределяют поворачиваю другой стороны точно также отодвигаю крышочки так отодвигаю точно также крышочки они такие податливые немножко подвяли и загружаю туда на дно кашпо и рамзит и тоже распределяю аккуратненько распределяю и вот с этой стороны по листикам уж сам и уж сам манипуляцию произведу подвигаем корешочки и по стеночке туда загружаю керамзит конечно не очень мне так ловко на расстоянии это делать керамзита я много накладывать не буду но по возможности чтобы дно была покрыта керамзита и вот с этой стороны сейчас тоже отодвину показал там много керамзита даже не обязательно класть если вы используете невладоемкий невладоемку кору то не обязательно совершенно много керамзита так и здесь посмотрим что вообще надо посмотреть на самом деле что там такое происходит ничего не видно ну вот ведь что происходит вот так вот у меня керамзит лежит сейчас посмотрим где мало керамзита чтобы подложить вот здесь наверное надо чуть-чуть покинуть с этой стороны так замечательно и уже вот сюда сейчас заложу и будет дальше загружать другие компоненты и вот здесь видите как его быстро очень быстро знаете как бы не так вот так хорошо аккуратненько все надо аккуратно сделать так хорошо и все наверное наверное я думаю этого будет вполне достаточно вот так пусть рыхло лежит до замурчать так теперь что я теперь я возьму галю чик древесный вот такой измельченный тоже кстати от green garden pro и чуть-чуть прям совершенно чуть-чуть кто бы чего не говорил я все равно кладу уголь в посадке много не кладу и стараюсь вот так знаете как бы не очень крупные кусочки также как если бы мы бы взяли вот пару таблеточек и бросили туда так все вот так отлично отлично так теперь значит вот я приготовила вот она кора у меня галтованая это кору я взяла вот если сажала орхидею там я замачивала кору для посадки вот несколько кусочков таких вот влажных а так вот она кора галтованая green garden pro в качестве стабилизатора грунта я буду использовать вот такой вот доломит это то же самое что кремний вид крупной фракции почво улучшитель чем он хорош его свойства таковы органический кремний он защищает от насекомых грибов плесени удерживает избыток влаги и удобрений равномерно отдает их растениям укрепляет корни стебли листья растения снижает количество вредных веществ почве нормализует питательный тепловой воздушный режим и кислотность почвы и применение его для улучшения качества почвы по инструкции по рекомендации производителя им пользоваться надо так равномерно рассыпать на поверхности посадки из расчета 100 миллилитров на один квадратный метр разрыхлительно глубину 5-10 сантиметров для борьбы с насекомыми посыпать у основания растения или вместо скоплений передвижения насекомых вот такая классная штука класс опасности 4 то есть это вещество не опасно и вот такой замечательный доломит он же кремневит так сейчас я возьму извините я не поставила здесь близко себе мох потому что мог не в небольшом количестве понадобится много мхая класть не буду в посадку но так вот для для вкусности для того чтобы удерживать влагу в посадке и для стимуляции роста на и корневой система для этого я беру небольшое количество мха вот такое вот примерно количество вот смотрите сейчас я вам покажу вот такое вот количество это мог сухой ножевой это мог от моей подруги любы спириной она мне в этом году набрала у себя на даче это то люба про которую я рассказывала что я должна была к ней ехать на дачу собирать мох вот она мне с дочкой санечкой собрала и передала мне очень много муха очень много муха вот я его перебрала от травинок вот смотрите видите как хорошо от листиков это я приблизила мох к корням будет скопление корней у меня чтобы корни не к стеночке положились она мог ложились тоже будет стимулировать рост корней и в то же время удерживает будет влагу мох и так я все я выровняла орхидею то есть я ее от центровала вы посмотрите и сейчас я начинаю очень весело загружать вот эту вот галтованную кору которую я резала сама ее резала то есть это была крупная фракция резала и я ее вымачивала я рассказывала тоже в одном из видео как я подготавливаю кору к будущим посадкам то есть я кору вымачиваю в трех водах так скажем вот нарезаю прямо в таз свой овальный заливаю кипятком где-то у меня уходит чайников шесть наверное у чайник закипел и я туда выливаю и потом периодически накрываю пластиковой крышкой от какого-нибудь большого мультибокса и периодически подхожу приоткрываю крышку и перемешиваю вот так у меня кора сутки стоит потом я эту воду сливаю и вновь заливаю и вот так вот я делаю на три раза то есть три дня потом я у меня большая такая решетка типа дуршлаг пластиковый ну но это такая решетка с краями я в ванной промываю эту кору и в этой же решетке я ее сушу ну такая вот получается классная кора просто после это после этой процедуры она не теряет своих свойств и становится более влагоемкой нежели бы я ее просто покрышила и поставила бы ее вот в посадку до готовную кору не влагоемкую очень долго и нудно разрабатывает и чтобы она заработала должно пройти достаточное количество времени иногда вот я например разбираю какие-то свои старые посадки и там я использовал например green garden про мышь не первый год знакомы да и получается так что где-то в середине посадки есть кусочки которые даже нет намека на то чтобы они там становились когда-то влагоемкими эти кусочки то есть кора совершенно не подвергается и не никаким изменениям так что вот это я к тому что вот конечно лучше кору подготовить перед посадками но не непосредственно перед посадка вот заранее нарезать какое-то количество вот так вымощить потом высушить сложить мульти бокс и когда вам надо будет посадить растение вы просто возьмете из мульти бокса достаньте и спокойно посадите вот так что замечательно у меня здесь кора и кубиками порезана и плоские такие всякие есть надо мне ее уже как-то опять усесться и еще подрезать потому что у меня уже заканчивается у меня был 8 литровый мульти бокс нарезанный вот она все-таки заканчивается все все имеет свойство хорошее хорошее все кончается когда-нибудь так здесь у меня так сейчас я мог вот видите садится не хочу чтобы он садился так я сейчас вот так вот кору туда дернул в сторону а мог наоборот сюда приподниму чуть-чуть вот так вот вот как я сделаю кору туда палочкой пропихну я думаю что мне хватит этого количества коры на эту посадку вот еще какое интересное мое наблюдение что вот вот в такую кору но фракции где-то получается два на два два с половиной на два с половиной плотно укладывать кору не надо чтобы были зазоры обязательно то есть и карманы и пустые места какие-то да единственное вот конечно под основание орхидеи чтобы она не болталась надо как следует здесь вот все заложить вот так вот так сейчас я возьму здесь такой кусочек вот симпатичный положу прям под основание сейчас я засуну вот так чтобы не орхидеечка не висела в воздухе здесь нам конечно закладывать будет так здесь так там прям она просаживается вот я уже сколько положила он видите там прям как будто туда в центр мира там еще много свободного места надо это все закладывать там где как раз вот убирала корни и в принципе следовало уже убрать потому что ну она с этими корнями сколько жила до корни еще которые у нее были когда она еще была еще малышкой они естественно тонкие совсем тоненькие такие да совсем улюлюшина поэтому и они конечно уже приобрели такой презентабельный вид а во первых они находились в скажем центре посадки и они были желтого цвета и они были тоненькие тоненькие совсем они не работали у них даже кончики были закуплены в общем я их брала чтобы если при пропадании чтобы они гнили в середине посадки так что мы стоим стоим так теперь сейчас я открою мульти бокс кремниевитом доломитом и проведу такую процедуру смотрите вот я взяла в ложечку и вот так вот по краешку я как бы присаливаю присыпаю да вот так смотрите так и с этой стороны я тоже беру ложечку и вот так вот присыпаю много не надо вот этого будет достаточно вполне и теперь держу орхидеечку из меня корешочек и вот так вот постукиваю чуть-чуть сильно не надо чтобы это дело туда провалилась вот так вот остается вот на то вот видите то есть не на дно но некоторые падают конечно иногда вообще туда попадание происходит посильнее стук лишь она туда все проваливается и вот я постучала у меня опять здесь опять 25 опять мне здесь какая-то я мы ямка образовалась то ямку надо заложить так вот закладывают и ямку кору поближе к шее вот отлично все заключительная такая засыпочка сейчас пойдет сверху уже прям рыхлая рыхлая орхидеи уже плотно стоит хорошо сейчас я вот здесь еще подоткнули красивая орхидея постоянно цветущая то есть вот она цвела в этом году у нее вот ведь до срезанный цветонос она цвету них а такая выпускает букетики ну по 7 цветочков но букетик и так то она сравнительно молодая до что это три года всего и немножечко отдыхает и опять выпускает цветоносик растет она под лампами под досветкой солнечного света она вообще никогда не видит когда они были совсем маленькие у меня тогда еще не было столько стеллажей они у меня росли все сога 7 сога у меня на тот момент было они у меня росли у нас в комнате на подоконнике и им там было очень хорошо их без досветки там в той комнате очень много солнца всегда когда она есть вот например сейчас на улице серо все уже который день серо идет дождь солнца вообще нету очень скучно так скажем хотя на улице очень комфортно мы вчера с насти ходили в поликлинику очень комфортно на улице я имею ввиду пусти ну в температурном диапазоне да так здесь я все вот так вот сделала вот видите да выложила теперь поверну с этой стороны осталось здесь совсем немножко подложить вот сюда вот каринку так сейчас мы вот так вот заведем я еще вижу маленький такой просвет вам не скучно стране экрана упросили просили показывать посадки я показываю это бывает что я пообещаю и не снимаю по каким-то причинам это я уже решила показал интересно это интересно рекомендую ли я такую посадку до рекомендую вы знаете как я отношусь к закрытой системе что я закрытой системой я дружу уже давно раньше я сажала в стекло у меня было много посадок в стекло потом я орхидеи пересадила из стекла у меня сейчас только одна ваза большая пятилитровая но я так думаю что мои вазы долго скучать не будут они все стоят на шкафах больше мне где стоять потому что ну их можно разбить если их где-то их поставить их на стеллаж или даже в коробке сложить я не отваживаюсь потому что какое-то любое такое движение его вас просто лопнут у меня одного залопнула причем не тонкостенная толстостенная хорошая ваза сушь я думаю все хватит уже ее закладывать надо на самом деле и меру знать да вот так смотрите вот я оставляю видите вот в таком виде я это делал все оставляю здесь я сейчас вот посмотрите вот здесь я сейчас подложу вот с этой стороны пару кусочков даже сюда не пару мне кстати вот этот корень он и был еще вчера еще живой а сегодня он уже как вядь начал у него кончик то ли ему жарко то ли его бог знает чтобы цеплять я вроде бы его не цепляла под него конечно накладывать не надо потому что мне надо чтобы он вниз рос этот корень я наоборот бы на него наверно какой-нибудь камень бы положила на этот корень чтобы он уже точно уже начал расти вниз вот так я оставляю это дело и здесь вот так все здесь я сверху сейчас положу мух так закончила теперь я сейчас возьму еще немножечко мха тоже чуть-чуть я прям отрываю потому что он у меня такими длинными длинными мог очень длинные длинными полосками он у меня выложен вот такой кусочек мха вот видите да и сейчас вот так вот сделаю я вот этот вот корень как бы прикрою от внешних воздействий вот таким вот образом вот вот так так же какого а могла да вот так вот прикрою да так здесь у меня что надо что-нибудь прикрывать да здесь тоже надо вот прям вот здесь вот вот чуть-чуть не за держателем не видно который телефон держит то же самое возьму небольшой кусочек мха вот столько и мух пылит его деранула так сильно вот так вот тоже здесь прикрою все отлично на этом и закончили посадку не вижу сколько 29 минут д не коротко так и теперь заключительный момент кто до конца досмотрит будем заливать сразу орхидею литр воды теплый отстойный антистресс мой от гринхаус разбулькиваю потерпите осталось немножко булька уже пипетка уже моя не достает до того места где остатки уже меньше половины но у меня еще достаточно у меня литровые такие баклажки до стоят я просто переливаю вот потом когда кончается я перед закончится перелью сюда из литровой и теперь что мы делаем да сейчас покажу что у меня здесь получилось я вам не показала вот видите как крешочки легли ну вот смотрите и очень хорошие воздушные карманы здесь находятся здесь у нас мог там где большое скопление корней и вот как раз кремниевит это да здесь находится вот здесь корни еще все нормально все нормально она здесь теперь я беру растворчик антистресса и заливают посадку намочу вот этот вот верхний мох по нему сейчас полью чтобы он не пылил потому что от него прям пыль летит вот так вот по мху вот сейчас поверну здесь полью тоже по мху вот так и по корням сверху но очень хочет пить перестояла она мне хотя дома не жарко но душновато я изредка приоткрывая форточку проветриваю в квартире сейчас плюс 22 градуса но душновато до душновато еще у меня сегодня с утра была большая стирка и белье влажное влажность конечно повысилась квартире так видно вам да извините друзья если я буду загораживать тяжелёхонькая такая вазочка получилась все отлично видите как поднимается смотрите как поднимается посадка да видите сейчас я вам покажу как я ее прижму то есть фактически до края должен быть антистресс но так как кора легкая и орхидея оттуда выехала потом конечно она не будет этого делать потому что я уже заливать ее целиком не буду это единственный раз когда я залила эту орхидею потом я буду только подливать водичку на дно посадки сантиметр 23 все и за счет этого за счет нижних испарений за счет того что корни которые внизу будут пить будет происходить верхний рост корней и листьев и прочие прелести которые делает орхидея все вот так вот вот так вот красиво не получилось посмотрите мне нравится замечательно получилось прекрасная орхидея я думаю что она быстро при таком большом количестве корней освоит этот горшочек и я думаю что мы после нового года зацветил а может быть знаете как почку раз будет боковую бухово знает в общем посадочка состоялась желаю мои орхидеечки всего самого доброго а вам дорогие мои желаю доброго крепкого здоровья солнца в душе и на небе всех благ всех вас люблю до свидания всегда ваша бокова наташа